Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Оборонять именно их От нефти потеря с первых секунд Небольшое повреждение получает Перязев Будем надеяться, что после оказания медицинской помощи на площадку вернется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мяч лучше контролирует Татнефть пока. И через несколько мгновений спецсвязи должен на поле появиться более-менее штатный вратарь. Холодков пойдет в поле. Спецсвязь дожидается возможности контратаковать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот произошла теперь у спецсвязи замена вратаря. И вот сразу удар один отражает. И продолжает разминаться сейчас, стоя на воротах. Вот от нефти сегодня один матч успешный и один не очень успешный. Победа над Сбербанком технологии 4-2 и поражение от Меридиан. Энерго 1-2. Так что соперники не дремят. Гэх сегодня в первом матче победил. Если надержит победу в двух следующих поединках, то Татнефть обойдет. Группа догоняющих несколько шире, чем одна команда. Хорошие шансы на лидерство есть у Сбербанка. До начала тура имели они на 2 очка меньше, чем Гэх этот нефть. Но имели еще игру в запасе. Ну и Мусс Энерго сбыт. У них было 7 очков после 3-х игр. Борьба в турнире только начинается. Борьба в турнире! Пугали пугали! Хорошие шансы в пятую! Джин Hole! Борьба в турнире! Живее! Борьба в турнире! Борьба в турнире! Господи! В двойные! Господи! Борьба в турнире! Борьба в akhir! Игра остановлена, нарушение правил было у Кулаткова. Здесь корбу оттеснили к корпусам без нарушений. Кулатков, может и пробить отсюда. Тогда Кулатков с мячом всегда и все ждут удар от него. Повторите. Юр, где на складке шоколадные батончики у нас просто не закончились. Найти чем-то. Найти чем-то. Татнефть очень аккуратно в атаку идет. Два человека остаются рядом с центром. Татнефть, как это было в матче против Меридиана. Очень широко сейчас располагаются игроки спецсвязи. Пытаются растянуть оборону. Кулатков развернулся, ударил. Грановский. Один защитник сзади его настигал и бьет Грановский мимо. Кулатков за мяч борется. Отличные индивидуальные действия игрока спецсвязи. Но если не получается комбинациями пройти к чужим воротам, надо игру брать на себя. На этот иначе никак. Очередной выстрел поворотом нефти. Мельников сейчас призывает всех партнеров повнимательнее играть, и начинает накрывать такие удары. Очередную проверку может вратарь не пройти. Ой. Остальные intramudian Дрюк выше днupian Немного мы видим атакт от нефти, тем ценнее каждый из них. 3 в 2 контратака спецсвязистов. Генитуллин бьет. А этот что мяч? Снова максимально аккуратно атаковала спецсвязь. Два человека рядом с центром стояли. Братарь успел поднять руки над головой и перерыв сейчас останавливает игру. Второй тайм. Свисток и по центре поля продолжают встречу. У нас играют спецсвязи от нефти. До сих пор мы не увидели забитых мячей. Счет 0-0. В целом качество игры более чем удовлетворительное. Мяч здорово держится в поле. Атаки периодически опасные мы видим. Ну и такие удары. Непростые для голкиперов. Спецсвязь никак не может ввести мяч в игру. Слишком долго. Будем надеяться не порасторопней. Да, так и получается. Хурбову подсказывает самому идти в атаку. Мельников скорость набрал, но неудачный мяч обработал. Установлена игра. Сейчас надо разбираться где было нарушение. Нарушения не было. Свободный удар. В сторону спецсвязи. Трессингует Грановского и коллективный отбор спецсвязи работает. Грановский вынужден уйти на замену. И здесь он с этой заменой поторопился. Потому что игрок-то был упущен. Малыхин отыгрывает назад. Генитурин мяч оставляет своему товарищу вот эта молодая двойка-то от нефти. Мельников. Снова немного совсем не хватает точности. Хладков Коробов. И вот уж незавидную роль Коробова отвели. С таким бронепоездом встречаться регулярно. Удар Хладкова. Удар Хладкова. Такой напиток. С��ла. Симфер. Симфер. Где нарушение. Так нефти открывает счет Фалам. Дрянный ворот, трянный ворот. Холодков. Мельников. Создалось впечатление, что помог себе все-таки руками, так что можно назвать справедливым это попадание в штангу. Арбитр разрешает бороться довольно жестко. Холодков. Холодков. Мельников снова подбирает. И защитник блестящий подкат исполнил. Холодков. Какое-то колоссальное количество моментов этот нефть создала за последние минуты полторы-две. Но обычно, если не забиваешь ты, то пропускаешь очень быстро. Наш, наш, черный, давай, давай. Выход от нефти у спецсвязи один на один сейчас был. 3 минуты 15 секунд до конца и тайм-аут берет спецсвязь. Играет музыка. 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 Милurg. Дори поиграли друг с другом. Коробов позволил мячу уйти. Видел, что неприятно вращается, можно при обработке его потерять. Третье нарушение у спецсвязи. Гений Тулин. Не выпускаем! Не выпускаем! Не выпускаем! Ну, уже до верного оказалось эту атаку. Довели Хладкову, делали пас практически на пустые ворота. Но вратарь очень надежно играет. Не любят вратари, когда их хвалят по ходу матча. Но будем надеяться, что не получится сглазить. Дело постепенно идет к боевой ничьей. Мельников. Ну, здесь его откровенно толкали. Ну, какая карточка? Красная! Красная за толчок в спину. Пол последней надежды. И в меньшинстве будет матч доигрывать спецсвязь. Ну, если, конечно, не пропустят сейчас. Последний надежды. ... ... Так, оказывается, помощь вратарей. Спецсвязи, ему сейчас нужно быть в порядке, все-таки опасный штрафной поставлен в сторону ворот. Спецсвязи, ему сейчас нужно быть в порядке. И мяч установлен на точку, и в стенке вратарей один игрок. Здесь только угловой дается. Побыстрее, мяч, побыстрее, мяч, побыстрее, мяч. И три полевых осталось у Спецсвязи. И очень быстро большинство реализовывает этот не в Спецсвязи. Может вернуть четвертого игрока в поле. У них есть 43 секунды для того, чтобы отыграться. Что, Юр, говоришь? Поборой, поборой! Поборой! Много споров сейчас у Спецсвязи внутри команды. Никак не могут разобраться, как играть надо. Хладков верит каждый заброс делать на себя все передачи. С ним не вполне согласны партнеры по команде. Последние 7 секунд. И неожиданно Спецсвязь решила эти 7 секунд доиграть. Уж логичнее было как расхолодку уметь забрасывать штрафную. Все, финал 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok